Мы на такой высоте гигантской! Ааа, страшно! Глубоко реально заплываю, а? Стоп! Привет, я Энни Мэджик, и так как я постоянно слышу от моих мэджиков, что им очень скучно, они редко где-то бывают, а я сейчас очень часто бываю в Москве, я решила вытащить своих московских мэджиков на улицы города и придумала очень прикольный квест по следам Энни Мэджик. Каждый раз я буду оставлять в каком-нибудь интересном месте тайник, и тот, кто найдет тайник самым первым и напишет в комментариях код из тайника, тот получит от меня крутой, очень личный сюрприз. В прошлый раз я спрятала Мэджик Тайник на ВДНХ, и пока что никто не написал в комментариях правильный код оттуда. Будем ждать победителя. И сегодня я спрячу тайник в нескучном саду, так что пойдемте искать подходящее место. Я сначала подумала, что это домик для белки. Ой, голубь прилетел! Точно, это домик для белки, потому что вот здесь вот очень маленький вход. Если честно признаться, я в нескучном саду была всего один раз, и это было очень давно, а сейчас тут так все изменилось, реально стало намного красивее. Надо, кстати, здесь идейки у ландшафтных дизайнеров для нашего сада в Мэджик Хаузе сберечь. Кстати, вот в этом охотничьем домике 18 века уже 26 лет собираются знатоки что, где, когда. Было сложно найти место, где спрятать тайник, так что вам придется постараться его найти. Очень много аллей для прогулок, спортивные площадки, веревочный парк, шахматный клуб. Мне кажется, шахматный клуб не лучшее место для тайника. Идем дальше. Футбольное поле, тренажерный центр, разные кафе. Можно даже провести рабочий день в каворкинге. Детский клуб, где проходят мастер-классы, игры, спектакли, чего только нет. И, скорее всего, вам придется все это обойти. Вы знаете, что я очень люблю природу и всегда к ней стремлюсь. И я безумно рада, что в центре Москвы, мегаполиса, есть такое вот классное место. Так что я оставила тайник, подсказка, ищи под золотым фазаном. Мэджик, и мы уже в другом месте. И я исполняю свое обещание этого лета и веду всех своих четырех песиков купаться. Фу, как жарко. Погнали. Пошлите. Пока мы бежим вниз. Если потом захотите пощекотать нервишки, вчера на моем канале AnyMagic вышел Страшастик. Я очень старалась для вас. А на канале питомцев Мэджик Пэтс тоже крутой видосик. Ссылочки на них я оставлю в описании, и потом посмотрите. Спасибо. Посмотрите, какая красота. Мы все впятером сейчас пойдем купаться. А я взяла с собой вот такую вот ватруху, на которой каталась зимой Софи. И хочу попробовать кого-нибудь запустить на плотике в воду. Мне кажется, это будет очень интересное впечатление. Ух, сегодня отличный денек для купания. Кстати, посмотрите, какая коротенькая трава. Кажется, что ее специально постригли. Но на самом деле на всем вот этом вот огромном пространстве ее просто поели коровы. То есть здесь не нужна газонокосилка. Здесь достаточно жвачных животных. Ой-ой-ой, не снимай, это же лично. Эйвен там сел по своим делам. Так, ребята, там раз, два, три. Там очень много коров, и они почему-то так быстро бегают. А вы туда или обратно? Там коров повели на водопой. И мы решили пока что переждать вот здесь под деревом. Посидим пока, отдохнем в тенечке, потому что очень жарко. Я собакам постелю пледик. Ай-я-я! Кто выберет? Если собака очень быстро выбирается из-под накинутой на нее ткани, значит она очень сообразительная. Сказала я, Юми, что там жрет траву под одеялом? Сообразительная. Так как Юми с самого детства лазит по деревьям, я решила развивать это ее умение. И везде, где мы видим дерево, на которое возможно залезть, мы будем тренироваться. Юми, давай, смотри. Ай, молодец. Юми, прям высоко. Ух ты, а тут оказывается ступеньки. Тут ступеньки, прибитые гвоздями. Тут, наверное, какой-то штабик был. Мы с покемоном на дереве. Мы на такой высоте гигантской. Юмичу, держись. Не ходи никуда. Юми. Ааа, страшно. Я, конечно же, поощряю это, потому что мне нравится, что Юми как настоящая чихуахуа, потому что изначально, по легенде, мексиканские чихуа лазили по деревьям. А это мексиканская порода у нас. Чихуашки это аборигенная порода, то есть ее создали не люди, а она сложилась исторически. Все, слишком высоко и небезопасно. Не хочу рисковать, вдруг дерево обвалится. Все-таки оно очень старое. И плюс за Юмичу переживаю. Она такая беспечная. Проси. Вот, молодец мой покемон. Давай слазь вот здесь. Вперед. Ай, молодец. Молодец. И мы отправляемся купаться. Покемон, ты хочешь заехать, залезть в уезжающий трамвай? Зовет Мишаню, говорит. Пойдем, Миша, скорее. Мишаня, давай. Давай, Мишка. Поторопись-ка. Поторопись-ка. Я лох. Иду последняя. Все убежали. Вперед. Даже Миша. Нет, я не последняя. Мишка, как всегда, последняя. Мишаня, давай. Мы с тобой отстаем. Пойдем скорее. На речку. Бегут. У-ху. Сплавляются по реке. Лодочники. Давай, Мишаня. Молодец. Мишка сама первее всех пошла. Давай, давай. Ай, поплыла. Молодец. Поплыла Мишаня. Ай, красавица. Ай, Мишаня. Глубоко реально заплыла такая. Давай, 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 давай. Молодец. Я уже не раз говорила, но я буду повторяться. Из ролика в ролик повторять свои полезные советы. Нельзя собаку заносить в воду, то есть на далекое расстояние, и там на глубине ее кидать, иначе она будет испытывать стресс и не полюбит воду. Просто не привыкнет к ней, будет ее бояться. А многие совершают эту ошибку и потом не понимают, почему типа собака боится воды. Собаку нужно постепенно завести в воду, либо игрой ее заинтересовать как-то, либо вкусняшкой, лакомством заманить, чтобы она поняла, что это не страшно, сама поплыла, и потом она уже поймет, что это не опасно, и можно плавать все круто. А некоторые даже, наоборот, полюбят воду. Ну, а некоторые, может, просто тупо по характеру, как и людям, не понравится купаться. Это зависит от характера собаки. Ай, плывет покемон. Молодец. В итоге, кроме четырех байдарок с кучей людей, на наш уединенный пляжик пришла еще и толпа детишек, которые очень хотели купаться, и мы решили найти другое место. Но второй спуск оказался нереально глубоким, с водорослями, а берег резким. К сожалению, мы почти не успели заснять, как Юмичу упала с крутого берега в воду, а я вытаскивала ее. А потом я хотела опробовать тюбинг, и в попытке его достать тоже упала, и от испуга бросилась на берег. Было очень смешно. Блин, она уплывает. А почему она меня не выдержала? Я падаю! Я поняла, почему она тонет. Вода набирается. Короче, купаться там было невозможно, и мы решили проверить, не освободился ли наш уединенный пляжик. И, к нашему счастью, он был снова свободен, и мы, наконец-то, смогли опробовать ватрушку. То коровы пришли на водопой, то куча лодок приплыла, то дети, огромная толпа пришла купаться. Никак нам не удается поплавать, и вот мы пошли в другой конец реки. Но там я упала, там слишком глубоко, нереально, поэтому мы будем пробовать все-таки, наконец-то, тут вроде теперь есть Софишка. Софишка, как всегда, когда ей жарко, она заходит в воду и вот так вот лежит в воде. Ай, Софи, Софи всегда очень красиво, так плавно плавает, практически без волн на воде от себя. Эй, он так радостно ее встречает на берегу. Ай, плывут две собаки, Софи и Миша. Ай, молодцы, молодцы, а покемон их встречает, молодец, молодцы. Ай, красивая собака плывет, ай, молодец. Поймай мячик, смотри, как поймать мячик, как поймать мячик в воде. Давай, давай, как поймать мячик, как взять мячик в воде, как взять мячик в воде. Вот, молодец, мой покемон. Покемошечка плывет, красавица. Кажется, гром сейчас пойдет, ливень, гроза будет. Да, пойдет со мной плавать по реке. Посмотрите, как Эйвен радуется, как будто он когда-то уже плавал в этой штуке. Они сами лезут. Все, давайте, залазьте, залазьте. Нет, вчетвером, наверное, не влезем, ребят. Эйвен, давай, иди сюда. Давайте по двое, парное катание. Давай. Эйвен с Юми Чу. Холодно уже становится, вода прям похолодала. Мне холодно, и Юля тоже, чтобы холодно уже дрожит. Надо нам заканчивать наше. Сегодняшние водные процедуры. Прикол, что мы сами залезли сюда. Если кто-то сам спрыгнет, он сам по своему желанию это сделает. И, Вась, ты хочешь спрыгнуть? Эйвен, попробуй к тебе. Юми, скорее, плыви. Мы с Юми перевернулись. Я хотела сесть в эту штуку. Залазь. Вот, молодец, София. Мишань, давай, залазь. Попыли. Кататься. Ла-ла-ла-ла. Гром гремит. Мы уже замерзли. Я прям закоченела. Я думаю, собаки, несмотря на шерсть, тоже подмерзли. Они все дрожат. У-ху. В какой момент, девчонки, интересно, они доплывут до берега или спрыгнут? Спрыгнули. Я звук отключила, потому что, чтобы не случайно его в реку не уронить, сейчас мы будем вытираться, да? Кому будет тепло? Эйвен тоже просит вытереть его. Эйвен, ты тоже хочешь вытереться? Пока мы будем бежать до дома, все как раз согреются. Всегда почему-то, когда я их вытираю, и после мытья, и после речки, собаки такие радостные, счастливые, друг к другу пристают, психуют, бесятся, носятся, радуются. Вот, они вот так вот начинают играть, беситься, радоваться, носиться почему-то после купания всегда. Стоп! Так, разбираться в своих отношениях будете дома. не на прогулке. Казалось бы, это драка какая-то серьезная прям, но на самом деле в данном случае нет. Я знаю их характер, я знаю этих собак, и знаю их отношения. Фишка в том, что Юми, по сути, такая малолетняя, подросток, и пытается делаться главной в команде, и пытается оглавенствовать над Софи, которая как бы доминантная, очень активная собака, и, соответственно, они так и отношения свои выясняют. Кто из них главнее? Софи, конечно же, свое место уступать не собирается, и поэтому она как бы Юмичу построила. То есть это не опасная драка, в которой собаки там за территорию или за что-то дерутся и могут друг друга уничтожить. Это именно выяснение такое отношений тети и племянницы. Кто из них главнее будет в доме? Через пять минут они уже об этом забывают, вместе бегают, играют, бесятся. Софиш, давай мячиком. Переходите по ссылочкам на новое видео на других каналах, и увидимся скоро в новых роликах. Кто ловит мяч? Раз, два, три. Лиза! Эйвон был первым.